Аудиокниги Обозримое будущее Суть установки заключается в возможности прослеживать возрастные изменения как в прошлое, так и в будущее. Допустим, перед нами фотография старика, снятая где-то в Сибири в 80-х годах прошлого века. Есть предположение, что это фотография известного писателя, поздних портретов которого не сохранилась. Так вот, есть ли возможность убедиться в том, что перед нами именно этот писатель? Наша установка, проанализировав фотографию, синтезирует затем образ этого человека, каким он был 20 лет назад. Затем нам достаточно сравнить его с известными портретами писателя, чтобы убедиться, не ошиблись ли мы в своих предположениях. Сложнее заглянуть в будущее. Казалось бы, принцип здесь тот же самый. Однако, если прошлое человека существует объективно, то будущее проблематично. Над решением этой задачи и работает сейчас наша лаборатория. «Нет», — сказала Лера и отложила перо. «Керам из меня не выйдет». «Кто не выйдет?» — спросил Саня Добряк, который, пользуясь затишхем, расчесывал свои буйные до плеч кудри, видно, стараясь достичь сходства с неизвестной Лере эстрадной звездой. «Керам». «Естественно», — согласился Саня. «Керам — мужик. А вы, Калерия Петровна, прекрасная и ещё сравнительно не старая женщина». «Спасибо. Ты хоть знаешь, кто такой Керам?» «Физик», — ни на секунду не усомнился Саня. «Правильно. Популяризатор археологии. Тебе не попадалась книга «Боги, гробницы, учёные»?» «А жаль». «Обязательно прочту», — сказал Саня и открыл свою большую записную книжку, в которую заносил телефоны знакомых девушек и мудрые мысли, которые ему довелось услышать. Какая-то часть этих мыслей была высказана Лерой. Саня Добряк полагал, что Лере лестно, когда её слова фиксируют подчинённые. «Ниночка», — попросила Лера лаборантку, — «прочти галиматью, которую я написала. Меня просили сделать статью о нашей работе для журнала, а у меня буквально перо валится из рук от литературной бездарности». «Кстати, Инштейн, слышали о таком?» — сказал Саня Добряк. «Не написал в жизни ни одного романа. И ничего? Прожил? А ведь даже Инштейн не смог бы вычислить из того лупоглазого младенца Лева Толстого, как мы с вами вчера сделали». Ниночка читала недописанную статью, подчёркивая карандашом слабые места. Ниночка была отличницей во всём. Этакая профессиональная отличница. И фамилия у неё была невероятная. Успевающая. Ниночка Успевающая. «Если ты сегодня куда-нибудь спешишь, можешь идти», — сказала Лера Саня. «Вас мучает совесть, что вы держали меня вчера до восьми вечера? Но я же не обижаюсь. Я согласен на жертвы. Ведь они ради науки с большой буквы. Я правильно вас цитирую?» «Ты цитируешь не меня, а директора института, и отлично знаешь об этом». «Вообще-то правильно написано», — сказала Ниночка. «Но совершенно не тайны. И нужны примеры. А что ты предлагаешь?» «Тут обязательно должна быть завязка. Допустим, к нам приносят миниатюру, и никто не знает, кто это такой. Только один старик-коллекционер говорит, что это Лев Толстой в детстве. Ну и так далее». «Ясно», — сказала Лера. «Придётся тебе, Ниночка, всё это и написать. Потому что я бездарна. Они уже взяли с меня клятву, что статья будет сдана в четверг». «Ты чего не уходишь, Саня? Обычно тебя не удержишь». «Думаю», — сказал Добряк. Ниночка фыркнула. «Могу же я иногда думать?» «Нет, Калерия Петровна, мне не справиться», — сказала Ниночка. «Это ответственная работа. Одно дело читать, а другое — рассказать, как мы это делаем. Ты мне в среду принесёшь, что у тебя получится. Мы вместе сядем и подумаем. Может, тебя шокирует, что ты, настоящий учёный, будешь печататься в популярном журнале?» «Если вы считаете нужным, тогда иди». Лера принялась за отчёт и так увлеклась, что не заметила, как прошло полчаса. Саня всё торчал в лаборатории. «Никакого сравнения», — сказала Лера, закончив абзац. «Отчёт писать легче». «Практика», — ответил Саня. «Так над чем ты изволишь мыслить?» «Калерия Петровна, поймите меня правильно», — сказал Саня. «Я не о себе пекусь, а о науке». «Ты всегда печёшься о науке, даже когда уносишь пол-литра спирта на день рождения к двоюродному брату». «Но это же было полгода назад! Нельзя быть такой злопамятной!» «Можно и нужно. Продолжай». «Наверное, мы сами ещё не знаем всех возможностей установки». «Конечно, не знаем». «Вот вы обратили внимание, что наши девчата меня держат за первого человека в институте?» «Я думала, что из-за твоих бесценных мужских качеств». «Не только. Они догадались, чего вы не догадались». «Открывай тайну». «Они мне свои фотографии подсовывают». «С тех пор, как установка пошла, и вы доклад на учёном совете сделали, они только и подсовывают свои фотографии». «Так почему же?» «Лера уже догадалась, в чём дело». «Но лучше пускай Добряк расскажет об этом своими словами». «Они хотят знать». «Добряк сделал драматическую паузу, и тут Лера не выдержала и разрушила всё одним ударом. «Какими они будут через десять лет?» «Нет», — сказал Добряк. «Через пять. На десять у них смелости не хватает». «Вдруг растолстеют». «Ну и ты сдался». «Ни в коем случае. Вернее, пока ещё не сдался». «Ясно. Недостаточно соблазнили». «Ещё проще, Калерия Петровна. Ведь установку включишь, она столько энергии забирает, что весь институт об этом знает. Заработала голубушка. Без вас дежурный электрик примчится, а при вас тем более нельзя». «Так ты предлагаешь теперь, чтобы мы с тобой открыли совместное ателье по прогнозированию прелестей наших девушек? Нужны они мне. Я просто хотел проиллюстрировать, как моя идея развивалась». «Тогда продолжай, только кратко. Я ещё отчёт не дописала, а у меня дома мужчины некормленные сидят». «Ничего, им не впервой». Я подумал, «А вдруг наша машина и другое сможет?» «Так не томи же». «Человек жил, жил и умер». «Допустим, от старости или от болезни». «А мы не знаем, в каком году это случилось, а знать нужно. Допускаете такой вариант?» «Допускаю». «Ну ладно, с Пушкиным может и не получиться. Он нечаянно умер. А если кто своей смертью? Вдруг наша установка может это указать?» «Как ты себе это представляешь?» «Ведь не до бесконечности человек стареет». «Покажем его столетним». «А потом она должна вам сказать, шабаш, дальше ничего не было. Не дура же она». «Есть у Сани Добряка хорошая черта — относиться к приборам и установкам, как к живым существам». «А зачем?» «Показать, каким был бы Пушкин 80 лет?» «К науке это не имеет никакого отношения». «А вдруг машина покажет Толстого в 80 и ни шагу дальше?» «Так как после 80 ему быть не положено?» «Слушай, Саня, отстань ты от меня и поменьше читай фантастики. Богом тебя молю, иди домой и дай мне дописать отчет». «Этого за меня Ниночка не сделает». «А может, попробуем разок?» «И не проси, электричество денег стоит. Кроме того, я все материалы сегодня сдала в отдел к любимому. И даже плохенького портретика нету. Нету. А если бы был? Нету же. А если я собой пожертвую? Это же пять минут машинного времени». Добряк вытащил из бумажника свою фотографию. Уже сделано в размере 6 на 4 и отглинцовано. Всё как полагается. Только загони в машину. «Когда успел, негодяй?» Изумилась Лера. «Я сегодня ещё днём нашего фотографа упросил. Сказал, что надо для опытов». «Ты всерьёз собираешься свою смерть предсказать?» «А что? Не исключено, что я проживу сто лет. И даже интересно поглядеть, каков я буду в старости, окружённой внуками и правнуками». «Истинный сумасшедший дом!» Воскликнула Лера. «Мистика в моей лаборатории». «Таких людей в нормальном научном учреждении держать нельзя». «А кто знает, вы здесь, я здесь, больше никого. Пять минут машинного времени. Вчера же я работал до восьми, и хоть бы что?» «Нет. Даже самая дикая гипотеза имеет право на существование. Можем ли мы...» Дальше Саня уже читал по своей книжечке. «Можем ли мы предугадать возможности разбуженных нами сил природы, любимых, выступлений на институтской конференции 3 октября прошлого года?» «Только пять минут», — засмеялась Лера. «И чтобы следующая смелая гипотеза появилась у тебя не раньше, чем через год». «Не обещаю». И Саня принялся готовить установку к работе. Минут через десять, когда Лера вновь углубилась в свой отчёт и благополучно забыла о существовании добряка, она услышала голос. «А разве вам не интересно поглядеть?» «Погоди», — Лера подошла к установке и проверила, всё ли в порядке. «Всё было в порядке». «Может, лучше, если Саня кипит, чем угасает от умственного безделья?» «Сколько мне лет?» — спросил добряк и ответил себе. «Двадцать два». «Я всегда удивляюсь тому, что ты такой старый», — сказала Лера. «Больше шестнадцати не дашь». Установка зажужжала, разогреваясь, словно в комнате поселился супершмель. Серьёзная физиономия Сани смотрела с экрана на Леру. Каких трудов ему стоило не улыбаться перед камерой. Только мысль о надвигающемся открытии смогла заставить его убрать с лица вечную улыбку. «А если получится», — сказал вдруг Саня, — «это можно будет назвать эффектом добряка?» «Эффектом дурака», — проворчала Лера, понимая, впрочем, что создала не лучший каламбур. «Ты не боишься узнать, что умрёшь через два года от хронической глупости?» Она уже жалела, что согласилась на эту великовозрастную шалость, словно, наслушавшись сказок про ведьм, пошла на кладбище поглядеть, как они летают на мётлах. «Я боюсь. Честно скажу, боюсь. Но что характерно, наука главнее». Редком загорелись зелёные огоньки. Можно начинать. Саня медленно повёл рычажок вправо по оси времени. Его портрет расплылся по экрану, задрожал и исчез. «Ну вот», — сказала Лера, — «сломал машину. Этого ещё не хватало. Всё в порядке, работает. Только не хочет со мной дело иметь. Давайте ещё раз пройдём. Медленнее». Портрет Сани вновь возник на экране. «Медленно», — приговаривал он. «Медленно. Ещё медленней». Портрет задрожал и исчез. «И нет меня», — сказал Добряк растерянно. «Нет, как не было. Этого быть не может». «Да? Сами попробуйте. Машина в порядке, фотография в порядке, а меня нету». Лера сама подошла к установке. Портрет всё равно исчезал. «Какое у нас минимальное деление?» — подумала она вслух. «Месяц», — сказал Добряк. Она шевельнула рычажком чуть-чуть, на волосок. «На месяц или меньше». И портрет исчез. «Ничего не понимаю», — сказала Лера. «Ну ладно, завтра разберёмся». «Но установка работает», — сказал Добряк жалобным голосом. «Работает-работает, но шалит. Не терпит над собой издевательства». «Или другой вариант», — сказал Добряк. «Какой?» «Что я прав». «Ты хочешь сказать, что умрёшь меньше, чем через месяц?» «Да». «А ну-ка», — сказала Лера, которой надоело шутить. «Прогуляйся назад». «В прошлое?» «Конечно. И ты увидишь, что тебя не было месяц назад. А виноват во всём фотограф Валя». Добряк с облегчением бросился к пульту. Этот вариант его устраивал. Через несколько минут они уже лицезрели медленное превращение Добряка в юношу, подростка и мальчика. Прошлое установка показала нормально. Добряк, мрачный как туча, не мешал Лере вырубить ток. «Иди домой», — сказала Лера. «Сейчас», — Добряк выдвинул верхний ящик своего стола. «Сколько всего неразобранного, лишнего. Никогда не успеваешь привести в порядок личные дела. Как говорит поэт Симонов, «Как будто есть последние дела. Иди, иди», — сказала Лера, садясь за стол. «Я все-таки попрощаться хотел», — сказал Саня. «Вы всегда были добры ко мне, Калерия Петровна. «И если нам не удастся увидеться, если ты сейчас не уйдешь, то в самом деле больше со мной не увидишься. Завтра же пишу заявление в отдел кадров, что больше с тобой работать невозможно. Пускай увольняют». «Разумеется», — согласился Добряк. «Может быть, вы даже успеете все это сделать, и я умру безработным». Лера с облегчением вздохнула, когда дверь за Добряком закрылась. «Надо же быть таким суеверным. Типичная фетишизация техники. Машины загадочны, каждая — черный ящик. Вот мы и переносим на них человеческие качества». На следующий день Добряк на работу не вышел. «У него телефон есть?» — спросила Лера Ниночку. «Нет», — сказала та. «Он недавно в Чертаново переехал». «Он с мамой живёт?» «Да». «Мог бы и позвонить, что не придёт. Мне он сегодня позарез нужен». О портретной эпопее она начисто забыла. Не пришёл Добряк и на следующий день. Под конец дня в лабораторию влетела какая-то пташка, лет восемнадцати, в белом халатике. «Саня здесь?» — спросила пташка. «Его сегодня нет». «Ах, как жалко!» — пташка совсем не оробела при виде Леры. «Никто не оробел при виде Леры». «А он мне так нужен!» «Мне тоже», — буркнула Лера. «Я ему фотографию принесла!» — сказала пташка. «Он обещал мне её в машину запустить, чтобы показать, какой я буду в двадцать пять лет». «Машина не игрушка», — сказала Лера. «Ничего лучше придумать не смогла». «Ах, как жалко!» — повторила пташка. «А я фотографию сделала шесть на четыре. Он так велел». И тут Лере пришла в голову дикая мысль. «Ведь могут же люди убедить себя, чёрт знает в чём». Она где-то читала, что в Африке колдуны могут приговорить человека к смерти, и тот в скорости помирает от страха. Разумеется, ничего подобного не может случиться в Москве в конце двадцатого века. Лера вскочила и схватила со стола сумочку. «Ниночка», — сказала она, — «я уйду пораньше». «Вы же хотели со мной статью просмотреть». «Завтра, Нина, завтра». «Если кто будет звонить, что сказать?» «Скажи, что меня в президиум вызвали». Лера могла бы спросить адрес Сани у Ниночки, но делать этого не стала. С чего бы вдруг ей бросаться домой к лаборанту? Можно же кого-нибудь послать, если так приспичило. Взяла адрес в отделе кадров. Такси поймала почти сразу. Нет, всё-таки идиот, полный идиот. А почему установка в полном порядке? Весь день сегодня гоняли хоть бы что? Дверь открыла маленькая заморённая женщина со строгими глазами и вьющимися, как у Сани, каштановыми волосами. «Простите, здесь живёт Александр Добряк?» «Что ещё?» — воскликнула женщина. «Что ещё случилось?» «Ничего», — Лера старалась унять дрожь сердца. «Он дома?» «Сани нет», — голос женщины был трагичен. «Как так нет?» «Нужно было куда-нибудь сесть, не падать же в обморок на лестнице». Но женщина стояла, загораживая дверь, и не собиралась впускать Леру в квартиру. Лера попыталась сглотнуть комок в горле. «Как это случилось?» — спросила она. «Он позавчера пришёл с работы?» — начала женщина. И тут снизу послышалось сдавленное «Ах!» Лера быстро обернулась. Саня, вернее, некто одетый, как Саня, и ростом схожий с Саней, пытался, прикрывая руками лицо, извернуться и скрыться с глаз. «Добряк!» — воскликнула Лера. «Иди сюда!» Нет, это был не добряк. Это было жалкое подобие добряка, потому что все краски тела, вся его мощь сконцентрировались в малиновой, раздувшейся в пятеро щеке. Глаз закрылся, рот был перекошен в односторонней ухмылке. И это был фантастический, невероятный флюс! Глаз. 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 Продолжение следует...